Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы будем читать послание к Филимону Святаго Первоверховного апостола Павла. Послание к Филимону — единственное из сохранившихся писем апостола Павла личного характера. В этом послании апостол Павел обращается к Филимону и обращается в следующем контексте. Филимон к тому времени был уже христианин, и апостол Павел пишет ему о том, что Анисим, беглый раб Филимона, который убежал после того, как совершил кражу своего господина, он тоже стал христианином. Скорее всего, Анисим познакомился с апостолом Павлом во время судебных разбирательств, потому что апостол Павел тоже по этим же вопросам находился в Риме, или они могли познакомиться друг с другом где-то на пересылке. И апостол Павел оказал такое хорошее воздействие на Анисима, тот стал христианином, и апостол Павел рекомендует ему вернуться к своему господину Филимону, тем более, что стало известно, что Филимон тоже христианин. И Павел пишет вот это послание, письмо, влагает в руки Анисима, и с этим письмом Анисим должен вернуться к своему господину Филимону. Надо сказать, что послание к Филимону является ключевым в понимании отношения к такому явлению, как рабство, очень распространенному явлению в античном мире. И это послание предлагает совсем другое отношение к рабам. Самые передовые люди античного мира, они считали, что раб — это вещь. Так, например, Аристотель в своей «Политике» он писал «Раб есть живая собственность и первое из орудий». Это пункты 1, 2, 4. Также он писал в «Политике» 1, 1, 4. «Сама природа, — утверждал Аристотель, — создала в целях сохранения одни существа для господства, другие для повиновения». То есть раб не воспринимался как человек. Он воспринимался именно как собственность своего господина. И апостол Павел показывает другое отношение. Да, раб как бы с юридической точки зрения, это собственность господина, но не с духовной точки зрения. И вот это новое отношение к рабам, как к возлюбленным братьям, как к людям, которые с нами одной веры, это нечто новое, что вносит именно христианство в мир античного общества. Кстати, только в этом послании апостол Павел называет себя узником Иисуса Христа. Здесь надо понять, что узник Иисуса Христа — это плененный Иисусом Христом. и первые христиане, они становились рабами Божьими, обретая в этом абсолютную свободу. Ибо раб Божий, пленник Христа, это человек, свободный от рабства дьяволу, от рабства греху и от рабства страха смерти. И во время молитв они поднимали руки. Не надо думать, что они хотели дотянуться до небес. Этот жест в те времена означал «я сдаюсь». Когда люди сдавались в античном мире, и сейчас они поднимали руки, поднимают и показывают, что оружия нет в руках. И послание, это всего только одна глава, начинается словами Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Итак, здесь мы видим, что Филимон, к которому обращается Павел, он христианин. И Филимон является как бы главой домашней церкви, тогда это было очень распространенное явление. Кстати, домашние церкви, они значительно раньше появились, чем общины городского уровня, тем более и пархиального. И мы видим, что Павел перечисляет здесь имена разных людей, назвав своим сотрудником Тимофея, то есть это послание от Павла и от Тимофея. Потом обозначается кому? Филимону Возлюбленному и сотруднику нашему. То есть Филимон воспринимается как человек, который тоже участвует в служении Павла, ну, может быть, не напрямую, потому что многие участвовали в апостольском служении, помогая финансами, тем людям, которые совершали свой апостолат. Далее перечисляется Апифия, сестра возлюбленная, Архип, и вся домашняя церковь Филимона, скорее всего, его жена, его дети, его родственники, его рабы и так далее. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Сказав, что Бог есть Отец, Павел имеет в виду, что у Бога есть Сын. Сын в античном понимании – это наследник. Сын в античном понимании – это тот, который имеет то, что имеет и его Отец. По сути дела, апостол Павел здесь говорит об единосущие Отца и Сына. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о Тебе в молитвах моих, слыша о Твоей любви и вере, которую имеешь Господу и Иисусу и ко всем святым». Служение святым – это служение благотворения, то есть богатые христиане, а Филимон – рабовладелец, это без сомнения богатый человек, они служили своим имением. Это очень распространенная форма христианского служения, и без их служения едва ли апостолат был бы во всех случаях успешен. И апостол Павел и раньше слыхал о Филимоне, еще до встречи с Анисимом. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о Тебе в молитвах моих, скорее всего, Филимон помогал, миссия апостола Павла, слыша о Твоей любви, любовь – это исполнение закона, и вере – это верность исповеданию. Собственно говоря, христианская вера – это вера в Троицу и Двоицу. Троица – это Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух-Святой, а Двоица – это вера в Бога человечества, Христа Иисуса. Которую имеешь ко Господу Иисусу и ко всем святым. Здесь не сказано, которую имеешь к Отцу, Сыну, Духу Святому. Почему сказано, что только к Иисусу? Потому что во Христе они постигали и Отца, и Духа Святаго. Как и сам Христос говорил, никто не приходит к Отцу, как только через меня. И Филимон участвует в служении святым, то есть он служит своим имением, он обеспечивает и поддерживает миссию, чтобы служителям слова не ломать голову, где взять хлеб, как заплатить за жилье и так далее, чтобы они всецело могли заниматься своим служением. Поэтому Филимон совершает служение декании. Деканов избрали для того, чтобы самим служителям слова не печись о столах, а чтобы этим занимались те, которые осуществляют социальную деканию. И декании в Древней Церкви это не обязательно институт деконов, хотя это взаимосвязано. «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Здесь апостол Павел говорит о том, что любое добро, которое мы имеем, мы имеем во Христе и со Христом. Поэтому мы все должники Христа прежде всего. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, то есть ты помогал нам и раньше, потому что тобою, брат, успокоенность отца святых». То есть ты поддерживаешь материально, финансами христианскую миссию. И в наше время есть такие люди, и портал «Экзегет» не смог бы существовать, если бы не было тех, которые неравнодушны к вопросу миссий. Они обеспечивают всем необходимым для того, чтобы эта деятельность продолжалась. Потому что если служитель Слова будет все время думать о насущных каких-то вопросах, отвлекаясь на них, то его служение не будет таким эффективным, каким бы могло бы быть. Далее с 8 по 22 стих собственно идет ходатайство за беглого раба, вора, бывшего Анисима, который что-то своровал у Филимона и потом убежал от него. Беглые рабы воспринимались как серьезные преступники, потому что чтобы человеку выжить в таком положении он мог идти на другие преступления. Это как дезертир, который убегает с оружием в руках, если опасно, что он это оружие применит. И беглый раб, он нуждается в том, чтобы как-то выжить в такой ситуации. А многие рабы в то время были клейменами. Клейма ставили на рабов. Как правило, это имя хозяина, скорее всего, Анисим имел имя Филимона, как клеймо на своем теле, на видимой части своего тела. Также легионеры имели клейма на своих телах. Это название полка, которому они принадлежат, или имя императора, которому они служат. В некоторых случаях гладиаторы имели такие клеймы. Но сейчас историки доказали, что среди гладиаторов было очень много свободных людей. Обычно думают, что гладиатор — это обязательно раб. Ничего подобного. Это воспринималось, как сейчас воспринимаются, бои без правил. И там действительно могли быть рабы, которые выступали гладиаторами к славе своих господ, но большая часть гладиаторов были все-таки свободны. И в те времена беглого раба могли приговорить к смертной казни именно к распятию на кресте. К этой казни приговаривали беглых рабов, убийц родителей и убийц детей, дет-убийц. И в некотором случае политических преступников. Христос был обвинен прямо в том, что он посягает на власть Кесаря. Это было политическое обвинение. Мир очень часто использует политические обвинения против верующих. И дальше, собственно, с 8 стиха и ниже идет ходатайство за раба Анисима. «Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно, то есть он как бы говорит, я как апостол могу тебе приказать авторитетом церкви, но он не хочет этого делать. Да, он первоверховный апостол, но он не прибегает к возможности проявить свое положение, использовать для каких-то своих целей. «Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел Старец». Сказав слово «старец», он как бы уничижает себя, умоляет себя. А теперь и узник Иисуса Христа. Он же не говорит, что он узник императора Нерона. Он все время говорит узник Иисуса Христа. Хотя все понимали, что в тот момент он действительно был узником императора Нерона, но прежде всего он пленен Христом. А когда Христос взял плен Павла? «Когда еще будучи Савлом, он шел из Иерусалима в Дамаск, чтобы продолжить гонение на христиан не только в Иерусалиме, но и в Дамаске. И внезапно осиял его свет с неба, и происходит его пленение Христом. Это вуза любви». Павел старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Вот это уточнение «а теперь» оно имеет еще и другой смысл. Теперь я в узах, но я в узах за Христа. Значит, это не просто узы Нерона, это воля Христа. И я узник Христа, то есть по его воле. Здесь некая двоякость. Можно так понять, можно так. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме». А почему о сыне моем Анисиме? Мы знаем, что Павел был девственник, он не имел семьи. Имеется в виду, что Павел родил Анисима благовествованием своим. Ну, может, где-то на пересылке или уже непосредственно в Риме. Анисима схватили как беглого раба. И не обязательно, что будут казнить, его переправляют к хозяину. А вот хозяин может приговорить его к распятию. И тогда он будет казнен. И где-то вот апостол Павел смог наставить этого человека. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в вузах моих». То есть в стесненных обстоятельствах, то ли тюремного заключения, то ли ограниченного перемещения, Павел смог наставить вере и духовно родить Анисима. Кстати, сыном апостол Павел называл и апостол Тимофея. И он вообще писал, «Немногие у вас отцы, я родил вас благоествованием своим». То есть он был духовным отцом и Тимофея, и Анисима. И далее Павел пишет то, что как бы уже знает Филимон, этот христианин, рабовладелец, «Он был некогда негоден для тебя». То есть он беглый раб, он вор. «А теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его, ты же прими его, как мое сердце». То есть отнесись к нему, к твоему беглому рабу, к вору, как к первоверховному апостолу. Вот такая перемена, она была невозможна в античном языческом мире. Известно, что римские матроны, то есть римские женщины, не стыдились переодеваться в присутствии рабов. То есть они полностью обнажались, а они считали, что это вещь. Мы же не стыдимся переодеваться там перед комодом каким-нибудь, перед стулом, перед кроватью, перед диваном. Такое было отношение. Но Павел делает замещение Анисимом, самого себя. Поэтому он и пишет, «Прими его как мое сердце». То есть не просто как меня, а сердце – это средоточие чувств, в жизни верующего человека средоточие лучших чувств. То есть прими его не просто как меня, а как то лучшее, что есть во мне. Ибо Павел понимал, что в сердце его обитает Христос, как и сказано в посланиях, верою вселиться Христу в сердца наши. «Я хотел при себе удержать его». Вот этими словами апостол Павел как бы говорит, «Я его тебе возвращаю не потому, что он никому не нужен. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование». Сейчас он говорит не об узах Христа, то, что мы понимаем с некой двойственностью, а об узах Нерона. Но он страдает не как беглый раб. Павел был римский гражданин. Не как где-то убийца, а он страдает за благовествование. Благая весть – это Евангелие. То есть он в узах за Евангелие. То есть за верность этому слову евангельскому. «Но без твоего согласия ничего не хотел сделать». То есть он как бы говорит здесь «Я признаю твое право над ним». По юридическим законам античного мира Филимон является собственником Анисима. И как Павел может задержать Анисима при себе без согласия Филимона. «Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». То есть если ты дашь согласие, то тебе это будет заслуга. А если я издам приказ, что Анисим будет служить мне, а какая заслуга будет Филимону? То есть апостол Павел всегда ищет пользы для любого человека. «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда». О чем тут пишет Павел? Он пишет о том, что «А может быть, Бог так все сделал, вот он украл какую-то вещь, он убежал с твоего дома, но он к тебе вернется в другом качестве, он к тебе вернется, как мое сердце», рассуждает Павел. «Он будет тебе возлюбленным братом, он уже сейчас выполняет твое служение, Филимон, прислуживая мне», рассуждает Павел. «Чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно, потому что все, что вынуждено, не вменяется в заслугу человека. Кого-то заставляют не пить спиртное, а в чем тогда заслуга этого человека? Он под давлением отказался от спиртного. «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба». Не как уже раба. Хотя Павел признает право Филимона на Анисима. «Не как уже раба, но выше раба». А кто выше раба? Свободный. А какой же Анисим свободный? Свободный во Христе. «Но как, не как уже раба, но выше раба брата возлюбленного». То есть надо принять беглого раба, вора, как брата возлюбленного, особенно мне, то есть как любимчика апостола Павла. «И тем больше тебе и по плоти и в Господе». То есть брат, по плоти и в Господе. Вот уточнение, что по плоти немножко непонятно. Может быть, имеется в виду, что Анисим был в каком-то дальнем сродстве с Филимоном. Тогда такое случалось. В те времена. Но главное, что они теперь возлюбленные в Господе Христе. Как здесь не вспомнить высказывание Людвига Фейербаха. Это в начале его истории философии. Он, кстати, был страшный безбожник. Он пишет, «До появления христианства человека как такового не существовало». Не существовало. Человек мыслился как понятие сугубо национальное. Грек был греком, египтянин египтянином, римлянин римлянином. И только с появлением христианства появилось представление о человеке как о сыне человеческом с большой буквы. Христианство возвращает достоинство человеку, созданному изначально по образу и подобию Бога. христианство объявляет человека свободным, даже если он раб, даже если он в узах, ибо узник Иисуса Христа есть свободный Иисус Христа, свободный от власти греха и от страха смерти. «Итак, если ты имеешь общение со мной, а мы уже знаем, что Филимон помогает Павлу, то прими его как меня, то есть как апостола, как первоверховного апостола, как самого Павла, как сердце моё, сказал Павел. Если же он чем обидел тебя, или должен, в каком случае раб должен, в том случае, если он что-то украл, считай это на мне, то есть я тебе должен. «Я, Павел, написал моей рукою, то есть это послание он пишет своей рукой или подписывает своей рукой, я заплачу не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен, что значит самим собою должен, ты бы не был христианином, если бы я не обратил тебя, как бы говорит Павел. так брат, он называет Филимона братом, но для него и они сим возумленный брат, значит раб и господин уже братья, так брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой мое сердце в Господе, сердце Павла, беспокойно, за беглого раба, за вора, но для него этот человек обращенный ко Христу человек, великая ценность, и он не может успокоиться, пока он не обеспечит для Анисима прощение со стороны Филимона, как это не похоже на отношение языческих философов к рабам, как мы прочитали уже слова Аристотеля, раб есть живая собственность и первые зарудии, или сама природа создала в целях сохранения одни существа для господства, другие для повиновения, может быть падшая природа в результате грехопадения падшая действительно именно так разбросала людей друг от друга, но во Христе все меняется. Во Христе не имеет значения какой ты нации, какое твое социальное положение, раб ты или господин, мужчина, женщина, взрослый и ребенок, каждый обретает свой статус и каждый обретает свое человеческое достоинство. Вера в Иисуса Христа делает всех христиан братьями и сестрами, потому что мы имеем главою одного и того же Иисуса Христа, а все мы тело его. В церкви нету ни одного лишнего члена, как апостол Павел рассуждает, рука не скажешь ноге ты мне не нужна, но напротив мы взаимно дополняем друг друга. Далее апостол Павел пишет надеюсь на послушание твое, надеяться можно на то, о чем ты уже знаешь, и он уже убедился, наверное, что Филимон это исполнительный человек, поэтому здесь он и пишет надеюсь на послушание твое, я написал к тебе зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю, то есть зная душу Филимона, Павел апостол не сомневается, что он сделает даже больше, а вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Он надеется оказаться в доме Филимона и там для Павла могут приготовить комнатку, в которой он будет уединенно читать Писание и общаться с этой домашней церковью. Мы, конечно, не знаем, воспользовался ли Павел такой возможностью, но такое намерение у него было. И далее идет заключительное приветствие. «Приветствую тебя и по фраз узник вместе со мною ради Христа Иисуса». Ну, слово «узник» в то время означало уголовник, рецидивист, конченый человек. «Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои». Здесь мы видим, что евангелист Лука называется сотрудником апостола Павла. И есть церковная точка зрения, что Евангелие от Луки это записанное сотрудником Павла Лукою проповеди Павла о Христе. И окончание этого послания это как бы печать, личная печать. был вот этот набор фраз, которые всегда использует Павел как что-то отличное. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом нашим. Аминь». И мы помним эти слова Павла. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и общение Святаго Духа да будет со всеми вами». И подобное благословение, то, что называется баруха в еврейской традиции, Павел использовал этот набор слов как некий отличительный знак. И по этим словам можно было понять, что это текст Павла. И оканчивается это письмо словом «Аминь». Вот здесь немножко непонятно, и надо объяснить. Если мы пишем кому-то письмо, мы же не пишем в конце «Аминь». Почему? И что хочет апостол Павел подчеркнуть этим «Аминь»? Он хочет этим словом подчеркнуть, показать истинность своих чувств, ибо слово «Аминь» означает «Истина так». Он как бы этим словом говорит «Я ничего не преувеличил в своем отношении к тебе, я ничего не преувеличил в своем восприятии Анисима, твоего беглого раба. Я пишу истинно так, как это лежит на моем сердце, как это присутствует в моей душе». Вот такая перемена в отношении господ к рабам, она оказалась возможной только в христианстве. Мы знаем, что до сих пор в некоторых сообществах горянских существует рабство, даже в Африке там продают людей. Но именно христианство остановило рабство в планетарном масштабе. И если античные философы считали, что система рабства это и есть двигатель прогресса, когда господа занимаются там философией, разными науками, а за них там работают их рабы, то христианство объявило рабство чем-то безнравственным. Именно воздействие христианства побудило русских императоров отменить крепостное право. Кстати, крепостное право на Руси было очень недолго, где-то с середины XVIII века до середины XIX века, потом оно было отменено. До середины XVIII века все люди считались служивыми, и пока человек служит государю в качестве холопа государя, он получает все необходимое обеспечение. Но холопом считался его господин, которому служил крестьянин. А холопы это люди, которые знают то поручение от власти, которое они имеют. И крестьяне работали на своих господ, понимая, что сейчас мирное время, они должны обеспечивать господ. А когда начнется война, господин сядет на коня, возьмет меч, копье, впереди поскачет, а мы, мужики, за ним с кольями или с чем-то еще. Но в любом случае это явление прекратилось и благодаря свету Евангелия. Ибо Евангелие меняет отношение к человеку, к любому человеку, даже к человеку, которому отказано в человеческом отношении к нему, который считается вещью даже с точки зрения самых передовых мыслителей того мира. Христос поменял вектор общечеловеческой нравственной направленности. Он принес гуманистические ценности в этот мир не в смысле гуманизма как религии человека Божия, а в смысле другого отношения к человеку, как к творению Божьему, созданному по образу и подобию Бога. Мне кажется, это послание является в некотором смысле ключевым. И мне представляется, что целую книгу можно написать только по этому посланию с некоторыми такими историческими экскурсами. Это было бы очень интересно. Хотя в современном мире как бы не существует рабство в таком открытом виде, но потребительское отношение к людям сохраняется именно с тех времен. И для кого-то женщин это по-прежнему вещь, которой пользуется мужчина так, как он хочет. Для каких-то родителей, их дети это тоже некая вещь, некие предметы, которые они перемещают, как хотят. Но христианство меняет мир. Христианство преобразует мир, ибо христиане это люди для других людей. И своей жертвенной любовью они провозглашают жертвенность Христа. А то, что Христос проявил жертвенное служение, самоуничижение, мы знаем. Ибо Он настолько приблизился к нам, людям, и сострадание к нам, что стал одним из нас, как пишет апостол Павел, принял образ раба, зрак раба, был искушен во всем, кроме греха. Христианин человек, который делает перенос со своих личных интересов на интересы других людей. Он живет интересами других людей. И в этом смысле послание Филимона в контексте рассмотренных тем это ключевое послание. Это и есть настоящая социальная концепция апостольской церкви. церкви. Спасибо. Продолжение следует...